Всем привет! Продолжаем. Продолжаем собирать наш домик и в этом видео я закончу делать окна и буду делать лестницу и выход на второй этаж. Я постарался не удалять ничего, чтобы вы видели, как делается модель, сколько это занимает времени, с какими трудностями приходится сталкиваться. Некоторые части видео, конечно же, я ставлю на ускоренную перемотку, чтобы вас уж сильно не утомлять. Но представьте себе, как это делается, когда без перемотки. То есть делается непосредственно моделлером. Сколько уходит времени и сколько приходится сидеть за компьютером, смотреть в монитор. Не каждый это сможет сделать, высидеть. Это я к тому, что каждый труд должен оплачиваться. И если вы собираетесь стать именно моделлером, то не занижайте цену, так как она того стоит каждой копейки, что вы вложили свой труд в конкретную модель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выбираем нужные нам доски. Продолжение следует... И снимаем галочку... Галочку instance. камера находится внутри самого домика чтобы так сделать нужно нажать на английской раскладке клавиатуре английскую п и это будет камера виде перспектива и в этом виде можно выйти можно попасть внутрь здания в ортогоническом виде камеры этого сделать нельзя чтобы так сделать и и и и и и и и и Продолжение следует... Итак, выбираем наши открытые полигоны и при помощи КЭП закрываем их. Закрываем наши доски и нужно исправить развертку. Нам нужно найти только что вставленные полигоны и их развернуть и приоттачить к нашим уже готовым доскам. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, вход на второй этаж готов. Теперь нужно сделать лестницу. Я взял одну из досок и выставляю ее в нужное место в нашем домике. Продолжение следует... Продолжение следует... Нажав F3, мы можем увидеть каркас модели. Выравниваем нашу лестницу при помощи быстрого квиколигн по заданным поверхностям имеющихся уже моделей. То есть, нижних досок и верхнего бревна. Можно вручную, можно так. Теперь нужно сделать ступеньки на этой лестнице. Это будут обычные бруски деревянные, которые я сделал обычным боксом и при помощи автогрид. То есть, если ваша модель была наклонена, и автогрид тоже помогает делать модель, уже совмещенную с предыдущей моделью. То есть, идет сразу же выравнивание по поверхности. Также такой полезный прием, если нужно будет подобные вещи делать. Затем я их просто скопировал с инстансом и добавляю дитабл поле. Дитабл поле добавляет сразу же ко всем инстанс копиям. И сгибаем, добавляем чамфер. Можно с одной итерацией, можно с двумя итерациями чамфер имеется в виду. В данном случае я сделал одну итерацию, потому что коротенькая ступенечка, и она и так будет с плавным переходом. Чтобы придать вариативности, покрутим наши ступеньки под различными углами. Это даст вариативность и самой модели, и наложенных уже позже на модель текстур. Применим развертку к одной из ступенек. И она применится сразу же ко всем копиям инстанс. Выбираем ребра, в которых мы хотим сделать разрезы нашей развертки. Коллапсим. А саму развертку я сделал по предыдущим видео. Вы могли видеть, как это делается. Аналогично предыдущим видео. Ну вот, лестница готова. И нужно будет еще сделать так же и крышу. Куда же без нее. Итак, давайте займемся крышей. Откроем наш макет, чтобы увидеть, как должны располагаться будущие элементы крыши. То есть, доски, бревна и всего того, из чего состоит крыша. Скроем ненужное нам, чтобы осталось только нужное нам в данный момент это крыша. Вот этот вот выход, который имеется на крыше, сверху я его делать не стал, так как посчитал его ненужным элементом. Для чего он там сделан физически, я не знаю, но делать его не стал. Так как перенасыщать элементами тоже не стоит. Выбираем доски, наши уже готовые, которые присутствуют на потолке и на полу. Копируем их и соберем их в группу, чтобы вращать одновременно. Продолжение следует... 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 Уже доски имеют развертку, их только осталось установить, разместить так, чтобы они выглядели как наиболее органично, если бы это было действительно построено здание. Где нужно поправить. Обязательно крыша должна выступать за границей здания, чтобы вода не заливала нижние бревна. Стараемся придерживаться референса, как там сделано, так и переносим в 3D вид. Продолжение следует... Итак, расположили мы доски на крыше. И теперь я хочу сделать верхнюю часть крыши. Имеется ввиду вот эту верандочку такую, которая выступает по правой стороне. И я скопировал с нижней веранды доски и теперь их размещу сбоку на верхней веранде. Давайте сгруппируем наши доски. И ненужные элементы просто отрежем знакомым нам уже модификатором Slice. Игорь Негода. Продолжение следует... 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 также можно включив перспективу в камере не залететь внутрь здания и посмотреть что там как там как падать тень на наш домик как она внутри проходит тени конечно обрабатывается некачественно но примерное представление дают о том как будет падать тень при хорошем риндее но я на этом видео заканчиваю ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока а 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